В наши дни кинематографические коалиции и вселенные доминируют в Голливуде, и кинематографисты как никогда стремятся собрать на одном экране фаворитов фанатов. И вы можете удивиться некоторыми из кроссоверов, которые действительно могут выйти рано или поздно. Компания Paramount Pictures тоже заинтересована в успехе своих художественных боевиков, которые основаны на мультфильмах 80-х годов, таких как Трансформеры. В 2015 году они объявили о своем намерении сделать расширяющийся многоплановый мир из мультиков 80-х годов, в который войдут G.I. Joe, Микронавты, Визионеры и Маск. Все эти мультфильмы были построены вокруг серий игрушек, и все они теперь принадлежат Hasbro, так что в принципе это можно назвать киновселенной Hasbro. Отдел киносъемок Hasbro All Spark Pictures будет создавать фильмы, а Paramount будет наблюдать за производством. Завоевавший Оскар Акива Голдсман был привязан к этому проекту на несколько фильмов, которые сравнивают с киновселенной Марвел. Но прошло уже 5 лет, а до сих пор никакого фильма нет – ни про голографических Визионеров, ни про трансформирующихся машин Маск, и может оказаться, что попытка создания вселенной уже провалилась. – О, Грэйт Кобра, мы ждем твоего беда! Дай нам сигнал! Когда Paramount объявили о своих планах на серию фильмов, основанных на линиях игрушек 80-х годов, принадлежащих Hasbro, она ещё не контролировала права на одного из самых популярных мерчандайзов 90-х годов – Могучих Рейнджеров. С 1993 года франшиза Могучих Рейнджеров перезагружалась почти каждый год, но обычно в центре внимания была группа подростков, каждый из которых контролировал гигантского робота, который в каждой серии объединялся с другими роботами как часть ещё более крупного робота, чтобы отбиться от злых инопланетян и монстров. Могучие Рейнджеры принадлежат к семейству Хасбро, и ходят слухи, что они планируют объединить свою интеллектуальную собственность с Трансформерами. По словам предполагаемого инсайдера, который сказал об этом ComicBookMovie.com в сентябре 2019 года, Хасбро хочет, чтобы обе франшизы были в одной вселенной. Тем не менее, это будут не Трансформеры Майкла Бэя, а скорее, формат 2018 года Бамблби. В конце 90-х Marvel продали права на фильм Люди Икс студии, ранее известной как 20-й век Фокс, что привело к успешной франшизе с дюжиной фильмов за два десятилетия. Но эта сделка была завершена до работы Marvel Studios под крылом Paramount и позже под Disney, с которым они создали обширную и мощную киновселенную. Возможность создания фильма с участием Мстителей и Людей Икс теперь на 100% реальна, потому что их компания-учредитель Disney купила Фокс и их собственность более чем за 70 миллиардов долларов. По словам источника, который говорил Swagad Discovered в августе 2019 года, Marvel планирует постепенно вводить персонажей Люди Икс в киновселенную Marvel, при этом создавая еще больше фильмов о новом Отряде Мстителей второго поколения, включая Черную Пантеру, Шанг-Чи и Алую Ведьму. А потом будет фильм, который объединит эти две команды. – Надо ли мы иметь теги? – Ну, я Спайдермен, и это мой честный сайтик Волверейн. – Не пугай! Sony приобрела права на экранизацию Человека-паука и связанных с ним персонажей за годы до того, как Marvel начали снимать свои фильмы. За эти годы они сняли трилогию с участием Тоби Магуайра, а затем перезагрузили историю с Эндрю Гарфилдом. К тому времени, как Sony снова перезагрузила франшизу с Человеком-пауком Возвращение домой с Томом Холландом во главе, киновселенная Marvel уже была популярна, и Disney с Marvel пришлось договориться с Sony, чтобы показать Паука в противостоянии. В 2019 году конкурирующие студии разработали новое соглашение. Они софинансируют ещё один фильм про Человека-паука в рамках киновселенной Marvel, но потом правами на персонажа Sony делиться больше не будет. Но Sony по-прежнему контролирует киношные права на 900 героев Marvel, и они развивают вселенную персонажей Marvel от Sony. Первым фильмом в этом роде стал блокбастер 2018 года Веном. Это была история происхождения главного врага Питера Паркера, и Том Харди сыграл главную роль одержимого пришельцем репортера Эдди Брока. Поскольку Веном и Паук находятся под одной крышей, Sony, безусловно, захочет их свести в крутом кроссовере. Успех фильмов Marvel и DC побудил разные студии исследовать кинематографические возможности персонажей из менее известных домов. Вот почему у Sony есть проекты для киносерии от Valiant Entertainment. Прежде всего, это адаптация Бладшота 2020 года, в которой Вин Дизель сыграл главную роль улучшенного, несокрушимого супергероя под управлением сомнительной корпорации. Были планы дополнить Бладшота предвестниками – рассказом о супергероях-подростках, борющихся против злой организации, стремящейся использовать их способности. Два фильма про Бладшота и два про предвестников привели бы к кроссоверному эпосу в стиле Мстителей под названием Войны предвестников, с участием персонажей обоих миров по мотивам серии комиксов Valiant 2013 года. Но к 2019 году возможность создания вселенной Valiant стала маловероятной из-за проблем с правами. Sony сохранила права на Бладшота, но передала предвестников Paramount. Это две самые знаковые и влиятельные франшизы в фэнтезийной литературе, как в форме книг, так и в фильмах – рассказы Фрэнка Баума про Оз и приключения Алисы в Стране чудес Льюиса Кэрролла. Баум написал более дюжины книг между 1900 и 1920 годами, в то время как книги Кэрролла про Страну чудес появились в 19 веке и были настолько популярны, что адаптировались для большого экрана сотни раз. В 2017 году Netflix приобрели сценарий Дороти и Алиса, написанный учительницей из Калифорнии по имени Джастин Мерц, в котором Дороти отправляется в дом для детей с эмоциональными проблемами, где встречает Алису. Они опасаются, что их фантастические земли находятся в опасности. В 2019 году сценарист Анна Классен объявила, что её наняли переписать сценарий, который может стать первым из нескольких оригинальных фильмов Netflix, объединивших классических героинь. Сценарист и режиссёр Квентин Тарантино интересуется Зорро – персонажем, который появился на страницах книг в мягкой обложке начала 20-го века и вел героическую жизнь в Испанской Калифорнии 1800-х годов, после чего стал героем кино 20-х и 30-х годов. В 2013 году Тарантино в сотрудничестве с Мэттом Вагнером стал соавтором Джанго Зорро – продолжение Джанго, освобожденного в форме мини-серии из семи выпусков, в которой Охотник за головами, сыгранный Джейми Фоксом, работает телохранителем для таинственного и загадочного Зорро. Этот печатный кроссовер также обретает форму фильма. Тарантино пригласил комика Джереда Кармайкла, чтобы помочь ему создать сценарий, основанный на комиксе. Но пока не ясно, будет ли Тарантино снимать фильм Джанго Зорро, поскольку он обещал уйти в отставку после своего десятого фильма. Уже приближается новый эпичный кроссовер, который также знаменует собой завершение трилогии. После неистовства и уничтожения жизни и имущества в Годзилле 2014 года и Годзилле Король Монстров 2019 года, титульный кайдзю снова нанесет ущерб людям в Годзилле против Конга. Это возврат к классическим японским фильмам про Годзиллу, в которых Большой Ящер сражался с другими гигантскими монстрами-мутантами, такими как Бабочка Мотро и Птицеподобный Родден. И пускай эти существа появились в Монстровселенной от Legendary Pictures, Годзилла против Конга станет первым фильмом после Кинкотга против Годзиллы 1962 года, где два самых известных кинематографических монстра пойдут войной друг против друга. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваши любимые фильмы, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!